Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nord Stream и сегодня я хотел бы сделать более подробный обзор спиннингов Absolute из нашей новой концепции, это CSX, о которой в принципе я уже рассказывал, но сейчас немножко повторюсь. Значит, что такое CSX? Это спиннинги, занимающие промежуточное место по уровню между концепцией SCS, это наш относительный бюджет, и уже концепцией Genesis, куда входит Spyker, Avatar и прочее. Значит, в чем весь нюанс вот этой вот серии, почему SCSX? По одной простой причине, комель у нее сделан из препрега, который положен под углами 45 градусов, поэтому работает он немножко по-другому, в отличие от обычных вариантов положения препрега вдоль, дает очень много плюсов, но и при этом как бы мы постарались сделать цену достаточно демократичную, цена вопроса примерно там в районе 10 тысяч, крутится вокруг всех этих моделей. Значит, что такое Absolute? Absolute это джик, джик и еще раз джик. Краткое описание я уже давал, то есть там, если хотите услышать по кольцам, по материалам, по всем остальным вопросам, оно уже в сети все есть. Здесь я просто хочу показать, как эти спиннинги работают на своих низах, на своих верхах, как они могут подорвать или не могут, сейчас вот вы это увидите все. И уже, чтобы было четкое понимание, если вы заинтересованы в покупке какого-либо из этой модели, что она реально может именно низа, верха, подбросы, ну и как бы обычная нормальная джиковая проводка. Еще раз повторюсь, все SCS-X это в первую очередь джик. Более короткие модели, но позволяют, может быть, чуть-чуть подергать не сильно упористые воблеры, более короткие модели позволяют поработать, может быть, там, колебалками, но это не лучший вариант, понятно, что строй нужен другой. Значит, по стройу все SCS-X абсолюты, они все построят что-то между regular fast и fast. То есть обычно я предпочитаю более медленные спиннинги в джиге, но вот здесь вот прям очень все удачно сложилось, получилось сделать достаточно относительно быстрый спиннинг, при этом который будет нормально забрасывать, нормально показывать визуально падение на дно и самое главное нормально просекать. Потому что как вот на абсолютах, да и вообще везде спиннингах Nord Stream я стараюсь сделать модели, которые просекают рыбу, чтобы не было вот этого, скажем так, излишне большого движения перед непосредственно просечкой и вероятность исходов и холостых поклевок были уменьшены максимально. Значит, что мы сейчас будем делать? Всех абсолютов у нас много, основные приманки, которые мы будем пользоваться будут двух видов. Я не стану сильно заморачиваться, вот у меня сейчас здесь висит Шакал Айша Тейл 3.8, очень тоненькая легенькая приманочка и мы ее будем использовать в качестве примера работы на низах. Сейчас прям покажу, чтобы видно было, что это. Вот, это Айша Тейл. Именно 3.8, потому что 2.8 маленький, а вот 3.8 такой размер, который достаточно универсален. Значит, на верхах мы будем пользоваться Шакальский Эритм Керли. Один из моих самых любимых условных твистеров. Проверенный, отработанный, достаточно мясистый, толстый. Это именно, чтобы показать вам работу на верхах, когда мы стоим максимальный вес, допустимый на спиннинге и плюс вот эту вот приманку. Ну что, поехали. Значит, у меня в руках самая легкая, самая короткая модель Абсолюта. Это модель 792ММH с тестом 8.28. Значит, я немножко усложнил условия. Голова у нас стоит 7 грамм, плетенка у нас 1.5. То есть, реально это такой боевой комплект для хорошей рыбы. Почему? Чтобы показать, что реально идет отработка нормальная и в визуальной по вершинке и в руку на достаточно твердом дне. Даже вот с таким вот с немножко перегруженным в плане условий комплектом. В первую очередь заброс. Что нам надо понять в забросе? Спиннинги кидают достаточно легко, кидают сами. Если мы сейчас посмотрим на вершину, вот 7 грамм плюс приманка ее немного загружает. Вот смотрите. Теперь как все это происходит в действии. Давайте я сейчас сделаю заброс. Я не буду сильно стараться делать заброс. Просто как бы махну. Все спокойно и легкий прогнозируемый заброс. Ну сколько метров? 40-45. Ждем. Здесь условия достаточно простые. Это карьеры около оки. Они соединяются с окой. Глубины там порядка 5-6 метров. Ну и выходит сюда уже 0 под бровку. Падение было. Вот смотрим вершину. Отработка именно 7 грамм плюс небольшой приманки. Три оборота. Пауза. То есть вот если внимательно посмотреть, честно говоря, запас по нижнему тесту у нас еще есть. То есть если поставить плетенку 0,8, если поставить еще менее объемную приманку, да даже вот эту можно, то я думаю, что с 6 грамм оно покажет точно. Но почему 8? Объясню. Дело в том, что 8 грамм особо не загрузит средняя часть бланка, которая отвечает за загрузку. Поэтому 8 летит нормально. Приспичило поставить меньше, ставьте и увидите. Но опять же в условиях достаточно таких идеальных. То есть будет сильный ветер, либо будет сильно боковое там течение. 8 это тот минимум, который работает. Показываю еще раз. Вот сейчас я немножко кину подальше, я сейчас вложусь. Мы сейчас посмотрим просто работу бланка на забросе. Так помашу, чтобы понятно было. Вот она. На холостом забросе работа бланка и заброс. Ну, полетела подальше. Это за полтинник. Значит, сразу попутно пока вот ловлю дно, жду, когда упадет. А зачем 7,9? 7,9 я считаю одним из самых оптимальных вариантов для ловли с небольших лодок или когда не нужен дальний заброс. Все спиннинги длиной 7,9, а там достаточно большая линейка, они рассчитаны на что? На то, чтобы в жестких условиях просекать, выдирать рыбу, держать ее уверенно, вот, и не давать сойти. То есть это такой чисто лодочный вариант, либо вариант, когда дальний заброс не нужен, но нужны именно силовые вываживающие качества. Вот опять делаю проводку. 7 грамм. Сейчас поставим 28, плюс вот это ритм карли. То есть мы немножко даже переутяжелим, превысим, скажем так, доступный лимит. Ну, я просто хочу показать, как она будет работать на небольшом перегрузе. Смотрим. Поставил я ритм карли, 5 дюймов, 28 голова. Есть некоторый, мне кажется, уже перегруз. Вот смотрим на вершинку. Ну, так уже да, нагружается-то она уверенно. То есть это ее практически предел, на мой взгляд. Ну, давайте посмотрим, как кинет. Кинуть она должна нормально. Смотрим. Отойду подальше, чтобы было видно прямо работа всего бланка в этот момент. Пошло. Ну да, это ее предел. Это, в принципе, ее предел. Я думаю, что проводку показывать смысла нет. 28 грамм. Песчаный карьер. В пятку не будет, потому что не камни, но малейшее вот это вот все падение. Естественно, контролируется и, естественно, чувствуется. Теперь давайте посмотрим, как она сделает подрыв. То есть вот вертикально я поставил. Ну, предел. Самый предел и причем как раз вот это вот единственный, я бы сказал, минус такого строя, который между быстрым и среднебыстрым. То есть для того, чтобы четко подорвать верх, приходится уже напрягаться. То есть сделать движение чуть порезче. Просто потому, что довольно мягкая относительная вершинка. Эти колебания гасит. Ну, можно, можно. То есть вот подрыв у меня имеет место быть. Понятно, что сейчас здесь пауза будет небольшая на подрыве, потому что все-таки глубина не та. Но как работает бланк, я думаю, видно. Собственно говоря, вот это вот самая короткая, самая легкая модель. И именно для такой лодочной рыбалки на слабое течение, на небольших глубинах. Для ловли в коряжниках. Моих любимых. Вот. Потому что в коряжниках зачастую надо поставить там 10 грамм, 8 грамм, 12 грамм на почти стоящей воде. И оттуда достать хорошую зачетную рыбу. До этого всегда было достаточно сложно подобрать тот вариант строя, чтобы он позволял работать и с легкими весами с одной стороны, с другой стороны. И держать хорошую крупную рыбу. Вот. В Абсолюте все в этом плане замечательно. И держат, и, соответственно, чувствуют, показывают. Про эту модель все. Давайте рассмотрим следующую. Сейчас я вам ее покажу. Итак, следующая модель. Это Абсолют 792А. С тестом 10-35. Скажем так, чем тяжелее по классу Абсолюты, тем они более акцентированы на ловле на течение. Вот это вот самый-самый пограничный вариант, когда мы можем ловить достаточно спокойно в стоячей воде с минимальными весами 10 грамм. И, соответственно, уже ловить на течении. Все вершинки, вот у этого Абсолюта и более мощного, будет чуть-чуть пожестче. Плюсы. Гораздо лучше свинять в руку. Минусы. Визуальная составляющая будет чуть хуже, чем у предыдущей модели 828 на низах. Ну, на 828 мы ставили 7 грамм. Это жерик, не обращайте внимания. Вот. На этой спиннинге 10 грамм голова. Тот же самый Айшат Тейл 3.8. Легенький, маленький, тоненький, изящненький. Вот давайте теперь смотреть, как у нас забрасывает этот Абсолют свой минимальный вес. То есть 10 грамм плюс маленькая-маленькая приманка. Отхожу подальше, чтобы было видно, как у нас работает все. И делаю заброс. Вот здесь, чтобы сделать заброс минимальных весов из-за того, что вершина пожестче, нам приходится чуть побольше напрягаться. Но это разумная, на мой взгляд, плата за то, чтобы иметь четкую контроль проводки на течении. Плюс ко всему, опять же, если вы ловите в корягах, то более жесткая вершина, сам вот кончик вершинки, он позволит гораздо более лучше проводить по корягам приманку. То есть контроль вот этой вот приманки при переброске через корягу, он будет намного лучше. То есть, например, когда я ловлю в корязнике, я снова выбираю вот этот вариант спиннинга, то есть с тестом 10-35, ну а длина там уже 8,4 либо 7,9 роли не играет. Смотрим работу. Падение. Падение. В принципе, все четко видно, все четко контролируется. Вот эта вот игра в угадайку упала или не упала, здесь не будет. Плетенка у меня здесь стоит чуть потоньше, это 1,25. Ну, просто как бы переставлять одну катушку на все модели это долго, поэтому поставил сразу несколько катушек. Плетенки немножко разные, но все они не тонкие, то есть совсем не тонкие. Все. Зафиксировали так. Делаем еще один заброс. Летит, летит в принципе так же, как на 8,28, но как я уже сказал, он чуть-чуть посильнее под напрячь удилища. Хорошее мы место выбрали. Пока мы тут снимаем джиг, у нас под ногами гуляет достаточно хороший жирик. Падение. Падение. Я думаю, к низам вопросов уже нет. Все видно, все понятно, все чувствуется. Сейчас посмотрим вверх. Вверх у нас будет 36 грамм, плюс Ридм Керли. Да, сразу подвиждаю, это перегруз. Это перегруз достаточно такой, ну, уверенный. С другой стороны, посмотрите просто, как может работать спиннинг именно на максимальных своих возможностях. Тяжелее я бы уже не ставил вообще, можно реально прям на забросе сломать на хорошем. Так, 36, вот он какой красивый. Ридм Керли, 5 дюймов. Смотрим, что у нас происходит с вершинкой, насколько она загружается. Ну, так уже уверенно. То есть, по современным понятиям вершинка прям уже загружена хорошо. Делаем заброс, главное, чтобы не сложилось. Ну, я думаю, что показывать работу вершины смысла нет. 36 грамм, да здесь это в пятку. Да и скажем так, глубина здесь не сильно подходит по пловле 36 грамм. То ли еще будет, скоро будем ставить 48-50. Давайте посмотрим на подброс. Вот здесь подброс, из-за того, что вершинка пожестче. Да, это уже как бы край. Мы чувствуем, что уже спинник приходится напрягать. Но подброс имеет место быть без провала. Собственно, для чего я рекомендую эту модель? Два случая. Либо это течение слабенькое и средние глубины. Либо второй вариант. Это стоячая вода, либо очень слабое течение и лоли в корежниках. Вот этой моделью выдравить нормальную рыбу. Нормальную я имею в виду 5+. В принципе, особо не проблема. Также очень неплохо будет под судаку, потому что спинник сам по себе жесткий. Просекать он будет судачу пасть достаточно легко. Следующая модель более мощная. Сейчас я про нее расскажу. Ну и как бы покажу, что она может. Следующая модель это Абсолют 792 МHH с тестом H1448. Значит, для себя с малой, я называю как бы этот класс палок, шутки кончились. Почему? Потому что это уже либо крупные серьезные приманки, либо серьезное течение, либо как бы прям острое желание поймать-поймать крупного трофея на небольшой глубине. Потому что мощности достаточно, чтобы выдарить там очень хорошую рыбу. Этот тест позволяет ловить как на довольно сильном течении, большой глубине, так и на относительно мелких местах. Ну и соответственно, как бы в качестве самого-самого универсального для большой воды. Вот этот тест H1448 я считаю оптимальным. Давайте посмотрим, как и что работает. На низах, на верхах. Условия водные. Плетенка 1.5, 14 грамм голова, то есть самая низ теста. I-Shot Tail 3.8, легенький. Заброс. Смотрим. Оп. Ну, понятно, что на самом низах уже такой тест спинник приходится немножко напрягать. Вот. Но при этом заброс легкий. Заброс идет спокойно, свободно. И, скажем так, большого-большого навыка, чтобы кинуть довольно далеко, не нужно. Смотрим теперь проводку. Это самое главное. Показываю низа. Смотрите. Вершина. Падение. Падение. Я думаю, ни для кого не секрет, что чем более жесткая вершина у спиннинга, то есть в нормальном понимании это чем выше тест, тем выше чувствительность в руку. Вот здесь, например, уже 14 грамм в руку я чувствую лучше, чем 8 грамм с тестом 8.28. Но есть и минусы, потому что 8 грамм я не почувствую, хотя вот судя по работе вершинки, да и как бы на практике, если честно, запас есть. То есть 12 грамм можно работать в хороших условиях совершенно спокойно. Фактически, фактически, если нет сильного ветра или большой волны, то реально 12 грамм с небольшой приманкой все видно. Еще один заброс. То есть сейчас вы увидите на низах, что на самом деле в забросе сейчас участвует максимум с начала комля. Дальше все остальное это довольно жесткая часть, которая позволяет нам и контролировать, и просекать, и все делать. Кидаем. Нормально. Это сильный за 50. Но это и не рекорд совсем по дальности. Хотели бы кинуть дальше, поставили бы более хорошо летящую приманку, ушло бы за 60 там вообще. Смотрим вершину. Падение. Сейчас поставлю максимум, покажу, как подбрасывает, как что работает. Так, вот этот максимум. К своему стыду я не нашел 48 грамм. Нашел 50. То есть мы сейчас будем реально серьезно перегружать удилище. У нас 50 грамм голова. 5 дюймов. Хотя я всегда рекомендую не более трех к тесту палки. Вот. Ну давайте попробуем, посмотрим. То есть как она будет перегружаться. Смотрим на вершину. Ну да, вершинка так уже. Уже видно, что там вес серьезный. Ну и заброс. Сломаю? Я не виноват. Вот это реально можно сломать, потому что перегруз такой уже. Серьезный. Тут в совокупе, на мой взгляд, грамм за 60 сильно. Кидаем. Ну, прям со всей дури кинуть не получается уже. Палка подваливается. Но оно и понятно, как бы 60 граммов вместо 48. Там много хорошо 55, скажем так, с приманкой. По проводке вниз показывать бесполезно. Смотрим подрыв. Понятно, что проводку подрывом здесь не сделаешь. Все-таки глубина не та уже. Не для 50 грамм. Но посмотреть, как работает сама снасть в момент рывка. Вот это вот самое то. Не валится. Контролируется. Ну, в принципе, то, что надо. Именно для верхов. Просто была история, когда сравнивали несколько спиннингов. Блокеры. И они вот здесь грамм сравнивали. Все было хорошо. Там примерно одинаковые, по их мнению, палки. Но вот только верх они не показывали никак. Как эти спиннинги работают на верхах. А я знаю, какие там спиннинги были в сравнениях. Могу сказать уверенно. На верхах одна из них была нагло выше, чем другая. Поэтому всегда, когда вы берете какой-то спиннинг в руку, даже в магазине, если планируете ловить по верхнему тесту, тем более подрывом, я прямо настоятельно рекомендую проверять жесткость вершинки. Потому что если вершинка будет мягкая, никакого подрыва у вас не получится. Работает. Есть. Последняя модель. Сейчас покажу в коротком варианте. Тоже будет 7,9,2. Но про нее сейчас скажу отдельно. Значит, вот по этой вот, в принципе, если уж прям сильно приспичило, деваться некуда, можно подергать что-нибудь до 110-го. Именно ударной проводкой. Мягкий твич, даже 130-кой. Но я не люблю, потому что все-таки воблер идет совсем по-другому. Из-за смягченной вершины. Так, последняя модель. В коротких 79-х абсолютов. Напомню, что 7,9 длина, это 2,36. Не помню, говорили, не говорил, в принципе, как бы. Что это такое? Это тест 16-70. Это джиг. И до кучи это, возможно, биг бейт. Сейчас я вам покажу, как бы, джиг на низах. 70 грамм на верхах. Ну и покажу, как эта штука работает именно с биг бейтами. Давайте посмотрим. 16 грамм. Айшот Тейл. 3,8. Работаем. Значит, вершинка загружается. Вершинка загружается примерно на треть. При забросе, понятное дело, что она загрузится сильнее. Но давайте понимать, комель здесь уже реально мощный. То есть, тут без альтернативно мощный комель. Заброс. Литий. Проводка на низах. Смотрим, как у нас падает. Видимо, это вообще падение. Падение. Это прямо с выброса. Примерно метров 60, наверное. Падение. Ну вот там что-то тверденькое было даже. Четкий удар в руку. Падение. То есть, что мы видим? Низа отрабатываются. Если вдруг на большой воде, на глубине, на течении вам приспичило плавить на мельке, пожалуйста, работает. 16 грамм, уверенно. Сейчас я сделаю еще один заброс, чтобы посмотрели работу бланка на самых низах, на забросе. Потому что это важнее, эти нововываживания. На забросе вообще четко видно, вообще, как палка будет работать. И потом. Смотрим. Ну вот я немножко вложился. Не знаю, дистанцию тяжело определить, но за 60. И вот оно сейчас будет падение. Там яма глубоко. Ну, ну, падай. Вот он. Упала. Понятно, что эта рыбалка не боевая. Снимаем мы просто обзор. В месте, который именно удобно для того, чтобы показать лиза, верха и все остальное. Пока вот тестирую, ни одной поклевки не было. Ну, с другой стороны, в видео, когда мы рассказывали вам абсолютно коротко, там рыбы хватает. Это вот именно кадры с реальных боевых рыбалок, когда палка тестировалась уже установочной образцами. предсериной. Так, ладно. Низ я показал. Вершинка работает, это видно. Сейчас мы посмотрим, как у нас работает на верхах. 70 грамм я нашел только джиг-головку, причем уже оснащенную. Rhythm Wave 4,8 черной. На самом деле, приманка боевая, вам покусанная. Вот это мы ловили на Волге, на русле и даже ловили. Вот, потому что этот черный цвет, Rhythm Wave черного цвета. Это один из самых уловистых вариантов в районе Сызрани, Казани и прочих местах. 70 грамм. Вершина. Ну, вот предел вершины по заваливанию. Больше нельзя. Сразу скажу, немножко перегружаем, потому что вот эта приманка никак не 3 дюйма. И весит она там не 5-7 грамм. Смотрим заброс. Да, сразу, чтобы не было разговоров, плетенка 1,5. Смотрим подброс теперь. Не валится от слова совсем. Объясню еще почему. Потому что я эту модель, как бы, планировал не только под тяжелые веса джиговые, но и под биг бейты. Она немножко отличается по строю от всех остальных. Понятно, что совсем крупные биг бейты там за 100 грамм использовать нельзя. Ну, вот сейчас покажу, как она сработает. Ой, елки-палки. А, все. Сошло. Вот вам и прикол. Поклевка. На самую тяжеленькую, на подбросе. Вот. Покажу, как работает на именно тяжелых биг бейтных реманках. Так, подброс есть. Подброс мы увидели. Вот. Никаких проблем с подбросом нет. Но я уже объяснил почему. Потому что здесь, как бы, безальтернативно. Травку цепанули. И получили очередное зубы. Что-то мелкое покусилось. Давайте я сейчас открою свою биг бейтную коробочку. Найду что-нибудь. Грамм 70-80, не больше. Потому что больше будет уже перебор для этой модели. Но, в принципе, 70-80 это примерно там 21 сантиметра. Ну, собственно, вот. Вот, у меня тут боевая игрушка тяжелая. Вес ее примерно 70 грамм. Правда, единственное, тут идет в районе 10 грамм утяжеления. Но я думаю, что выдержит. Потому что, опять же, тест Абсолюта. Это до 70 грамм с учетом приманки. То есть, можно так десяточку накинуть. Вот. Смотрим как. Да нет, ребята, это больше. Это прямо уверенно больше. Ну, как бы, модель у меня просто с собой только вот такая. Чуть полегче нет. Смотрим заброс. Ну, спиннинг подваривается, но не смертельно. Шлеп. Ну, и проводка. Собственно, с проводкой проблем. Понятно, что никаких не будет. По одной простой причине, что приманка не упористая совсем. Ну, так медленно, не торопясь. На беже, на крупную щуку, которой здесь, в принципе, не бывает. Мы показываем, как работает палка. Так, вот тут уже сейчас миляк пойдет. То есть, для чего я вам сейчас все это показываю. В принципе, как бы, Биг Бэй сейчас в моде. Народ прям хочет, любит, берет, ловит. Вот, но просто, если хочется не таскать с собой груду палок и сэкономить немножко денег. Абсолют до 70, 21 приманка. Легкое утяжеление, не более 10 градусов. Вот оно все, вот так вот. Оп. На этом короткие абсолюты, как бы, у меня кончаются. Еще раз повторю, длина 7,9 до 2,36. Это чистые лодочники. Ну, либо уже в условиях, когда, скажем так, дальний заброс не нужен. Но такое, как мы понимаем, с берега бывает крайне редко. Особенно в тестах, там, до 70 до 48 грамм. То есть, в принципе, это лодочник. Вот, вторая подсерия. Это уже веса, как бы, все те же самые. Но длина у спиннингов 8,4. То есть, это у нас получается 2,50, сам уже торможу, 2,54. Почему такая длина? На самом деле, современные хорошие, как бы, спиннинги, длиной там, начиная от двух срока, кидают вполне далеко. С берега, как бы, ими может ловить уверенно. Это подсерия 2,54 длиной, она немножко длиннее. Ну, как бы, может быть, чуть-чуть где-то в забросе. Но при этом она идеально подходит для ловли с крупных катеров. То есть, все модели с длиной 8,4, 2,54 оптимизированы под берег, либо крупный катер. Строй у них немножко другой. Там все-таки сделан акцент на дальний заброс. У них чуть-чуть мягче средняя часть. Ну, вот сейчас будем смотреть каждую модель по очереди. Увидите. Увидите, прям, наверное, даже в забросе. Продолжаем разговор. У меня в руках самый легкий Абсолют 842 длины. Ну, то есть, 8,4 двухчастник. Длина 2,54. Тест 8,28. Это самый легкий. Самая легкая модель, которая имеет аббревиатуру MMH. Для чего? Назначение. Слабое течение. Стоячая вода. Джиг. Ну, как бы, как и вся серия Абсолют, только джиг. Сейчас мы посмотрим 8 грамм. Я тут нашел у себя головку 8, а не 7. Плетенка 1,5. То есть, плетенка толстая. Как все положено по джигу. Сейчас посмотрим, как работает спинник на забросе. И как он отрабатывает именно легкие веса. Отойду подальше. Палка подлиннее. Буду бросать. Ну, такие легкие веса лета примерно одинаково. С любой длиной. Смотрим работу вершин. Там довольно глубоко, падает долго. Зато и четко видно, что и как. Визуально все прекрасно. Как только мы попадаем на более-менее ровную поверхность, и более-менее твердую, даже отдается все в руку. Хотя крышка, конечно, слабовата. Самый-самый низ. Это не предел мочитания, скажем так. Вот уже пошел подъем. Рельеф там сильно неровный. Поэтому бывают и бугорки, где падение немножко смазано. Бывают и наоборот ямки, где мы четко видим, как все падает. В любом случае, видно. И видно совершенно спокойно. Да, более короткая модель, наверное, визуально выигрывает чуть-чуть. Но более длинные есть свои плюсы. Во-первых, как бы гораздо удобнее работать с рыбой, с хорошей. Чем длиннее спиринг, тем проще с ней работать. Во-вторых, как бы не на низах, а на весах там грамм уже от 16-18, длина дает дополнительный метр заброса. Ну, иногда это нужно и важно. Так, смотрим второй раз заброс. Именно на дальность. И на работу бланка. Вершинка. Тонет, тонет, тонет. Все, упала. Понятное дело, что если я поставлю более тонкую плетенку, как он 0,8, и визуальная составляющая будет сильно лучше, и чувствительность будет сильно выше. Потому что чем тоньше плетенка, и чем менее объемная приманка, тем у нас все в плане чувствительности намного лучше. Особенно в плане чувствительности в руку. Так, внезапно смотрели. Все работает. Теперь давайте смотреть вверх. Не меняем условий. Соответственно, ритм керли. 5 дюймов. 28 грамм. Смотрим, что получится. Так, смотрим вверх. Все условия я озвучил. 1,5 плетня. Но здесь нам нужен подрыв, самое главное. Заброс. Ну, не валится. Вершинка мягенькая, конечно, относительно. Но спинник не валится на 28 плюс карли. Сейчас мы дождемся падения на дно и покажем вам заброс. Проводку показывать не буду, бессмысленно. Вот упало. Не скажу, что идеально, но, в принципе, вполне себе подбрасывать можно. Ой, елки-палки. Это было что-то. Скорее всего, вверх как бы попал. Подъем. Вот. Значит, бланк работает. Понятное дело, что уже с напрягом на подбросе. Но вполне себе еще ничего. То есть подбрасывать можно. А еще раз сейчас покажу заброс. Вложусь. Вложусь специально, чтобы как бы было понятно, как же работает бланк, когда его уже чуть-чуть перегружают. Потому что перегрузка уже, естественно, есть. Смотрим. Ну и все, собственно говоря, вот оно. Заброс. Такой уже продавливающий, серьезный. Сильнее продавать уже не получается. Все. Спинник начинает валиться. Но давайте понимать, что тест у него до 28. А там висит уже, уверенно, под 40. Если не больше. Это я так уже балуюсь. Продолжаем разговор. Следующая модель. Абсолют 842 MH. С тестом 1035. Значит, что и для чего. Так же, как и в более короткой модели. Это пограничная версия. То есть это средняя сила течения. И стоячая вода. Объемные приманки. Соответственно, вершина у него пожестче, чем у унцового. Причем не пропорционально пожестче, а так посильнее пожестче. Для чего? А для того, чтобы лучше контролировать на течении работу приманки. Для того, чтобы лучше и увереннее перебрасывать коряги. Если вы ловите в коряжнике настоящей воде и слабом течении. Ну и, соответственно, для того, чтобы можно было гораздо эффективнее подсекать уже судака. То есть вот это вот начало, в моем понимании, с удачей палки. Значит, условия исходные. Плетенка 1,5. Приманка I-Shot Tail 10 грамм. То есть самый-самый низ. Смотрим. Ну, с забросом понятно. 8,4. Близко не кидает. Самая главная проводка. Самая главная отработка вот именно по низам. Что происходит? Падение. Падение. С самых низов мы четко-четко видим, как приманка у нас падает на дно. Если там что-то оказывается довольно твердое, не песочек, а камень какой-то, еще чего-то, все это идет в руку. Давайте покажу еще разоброс. Работа бланка на самых-самых низах. Как? Бланк забрасывает. Там условно 10 грамм плюс маленькую приманку. Смотрим. Ну, вот я немножко вложился сейчас. Я думаю, было лучше видно. Ну, и проводка. То есть вот тоннуло долго. Первое падение мы четко видим. Так, ну вот 30 грамм. Чуть больше даже, чем тест. 5 дюймов. Чуть больше, чем рекомендованный размер приманки с таким весом. Ну, давайте посмотрим, как оно будет забрасываться. Как оно будет лететь. И не будет ли проваливаться. Отойду подальше, чтобы видно было весь бланк в работе. Оп. Ну да. Летит уверенно дальше, чем на 79. Все-таки вот 84 бланки, они оптимизируемы именно под дальний заброс. Если у 79, задача забросить, просечь и вытащить, но забросить именно как-то забросить. То есть нет акцента именно на дальний заброс. То у 84 модели это в первую очередь забросить, просечь и вытащить. Ну, показывать как бы работу на низах смысла нет. Смотрим подброс. Ну, вот в отличие от лунцовой модели, понятно, что здесь тоже вверх. Но здесь вверх-то подбрасывается лучше. Я бы сказал, что даже есть запасик. Именно потому, что, как я уже говорил, вершина более жесткая. Она ориентирована именно для бомбли либо на течении, либо на коряжниках, для перебрасывания приманок через коряки. Поэтому с подбросом все намного лучше. То есть на самом деле, если посмотреть так вот, когда люди спрашивают, это универсал. Вот он, универсал. 10 грамм, пожалуйста. 35 плюс приманка, пожалуйста. То есть, а это почти... Ну, я бы сказал, наверное, процентов 8 условий по рыбалке. То есть, соответственно, с такой длиной, с таким тестом можно ловить почти везде. Ну, за исключением уж совсем больших там, глубоких мест и очень-очень сильного течения. Смотрим дальше. Следующая модель будет помощнее. Так, ну, у меня в руках 842 МАШ. Тест 14-48. Голова 14. Айшот Тейл 3.8. Придем к 1.5. Коротко, для чего модель? Это для ловли уже на большой воде. Объемными приманками крупными, тяжелыми весами. Но при этом всегда есть шансик отскочить на относительный милляк и поймать что-нибудь на легкий вес. Вот, давайте посмотрим, как это работает на низах. То есть, 14 грамм. Смотрим, как загружается бланк. Заброс уже очень хороший. Все-таки 84-я длина, 2,54-я, это намного дальше, чем 2,36 позволяет кинуть. И проводка. Падение. 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 Четкий контроль. То есть, на самом деле, я даже, наверное, больше сейчас лучше в руку ощущаю, чем визуально. Отрыжка. Само дно здесь не твердое, поэтому прям с качеством прям стучит в руку. Нет, не скажу, на песке стучит в руку не будет, простить. Но отрыжка имеет место быть. То есть, я могу спокойно говорить, четко понимать, что вот сейчас оно упало. Давайте еще раз заброс. Не за. Смотрим. Вот я вложился сейчас в забросик. Это больше 60 метров. 14 грамм, повторяю. Падение. Все четко видно. Сейчас было смазано очень. Попали на какой-то пригорок. Там очень сложный рельеф. Падение. То есть, не заработает легко. Последняя модель серии Абсолют. Самая длинная, самая мощная. Ну, как бы длина, я уже сказал, что у всех либо это 7,9, 2,36, либо это уже 8,4. 2,54. Вот этот конкретно Абсолют. 842. По мощности это у нас уже АЖ. И тест у него 16,70. Значит, назначение. Очень крупнообъемные приманки. Тяжелый джиг. И небольшие, как бы небольшие, как модно называть, эбулдаторы. То есть, это крупные силиконовые приманки. Вес на там грамм 70-80. Давайте начнем традиционно с низов. 16 грамм. Айшат Тейл 3,8. Плетенка 1,5. Смотрим. Смотрим две вещи. Смотрим, как загружается бланк на забросе. Я первый заброс сделаю не сильно, во второй я вложусь. И как отрабатывать вершинки при падении приманки на дно. Давайте смотрим. Вот. Падение. Спинник уже очень мощный. Спинник рассчитан под хорошую рыбу. Окунцаем не половишь. Но при этом, как бы, вот, легкий вес. Пожалуйста. 16 грамм. Падение на дно четко видно. Падение вот было. Падение. Падение. Повторюсь по условиям. Это стоячая вода. Это карьеры, которые соединены с окой. То есть вот здесь как раз не на течении, а среди падения легких весов сложнее. Течение просто обычно еще подбивает, если мы кидаем вбок, скажем так. И падение видно лучше. Здесь прям эксперимент максимально абсолютно чистый. Так, теперь второй заброс. Вкладываюсь. Смотрим, как работает бланк. Ну, вот, 16 грамм. Сто, конечно, нет. И даже 80 нет. Но очень хорошо. Работа. Да все так же. Падение. 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 Повешу я 70 грамм. У меня там уже висит Aritm Wave 4.8. Почти 5-дюймовый приманк. Из боевого ассортимента моего. И посмотрим, как она работает на забросе. Семидесяточка. Злобно тяжелая. И смотрим, как же у нас работает бланк на перегрузе. Перегруз, правда, не дико большой, но будет иметь место. Смотрим. Забрасываю. Да, палка уже, конечно, напрягается. Не без этого. Но прям такого, чтобы провала, я не чувствую. У нас это падение в яму. И давайте подброс посмотрим. Провалов нет. Абсолютно. То есть вот четко прогнозируемый подброс. Да, еще маленький нюанс. 84-й модели все, они немножко более медленные. То есть они чуть ближе к регуляру, чем модель 79. Именно для того, чтобы дальше кидать, увереннее, лучше работать на дальних дистанциях. Так, второй раз показываю заброс. Вложусь. Но, правда, сильно уже не вложился, потому что вес тяжелый, просто палец порезал. Смотрим. Бровку я, судя по всему, перебросил. Но и 70 грамм, это не тот вес, которым здесь надо работать. Здесь, скорее, грамм 15. Все, нормальной проводки здесь не получится. В принципе, тяжело. Но, вы, собственно говоря, видели, подброс есть. Сейчас поставим большую силиконовую приманку. Прямо в таком жестком варианте. Посмотрим, как это дело будет работать с ним. Опять берем вот такого монстрика. Весит он грамм 70 примерно, плюс 10 грамм утяжелитель. Ну, ничего страшного, 10 грамм перегруза, это не смертельно. Смотрим. Ну, так уже. Прямо вот чувствуется, что лучше бы чуть полегче. Хотя заброс при этом абсолютно нормальный. То есть, немножко смягченная вершина дает ощущение перегруза. На самом деле, сам вот по себе бланк отрабатывает вполне нормально. Так, на этом захлестнулось все. Все нормально, растусь. Вот спорим проводку. То есть, понятно, что никаких проблем с проводкой объемной большой резины, в принципе, нет. И более того, как бы, достаточно, относительно, достаточно мягкая вершинка вам даже покажет нежное-нежное падение вот такой большой объемной приманки с относительно небольшим весом. То есть, ставим там грамм 20, 28, ставим 8 дюймов и пуляем. Давайте еще раз входить, прям покажу заброс, насколько спинник работает именно в случае, когда прям реально-реально перегруз. Ну, а проводка, проводка это неинтересно. То есть, собственно говоря, там, здесь мы ничего топить не будем, потому что щуки здесь трофейной точно нет. Вот, просто смотрите на работу вершины при прямой проводке достаточно объемной приманки. То есть, нормально. Нет этого характерного Г-образного изгиба, который бывает при ловле фастом. Здесь все гораздо приятнее. Если вдруг... Ух-ты, как все следило от падения. Ну, уже все, уставшая приманка сильно. Так, если вдруг вам приспичило твич... Ну, 84-м твичем, конечно, ловить это совсем неудобно. Ну, можно. Вот. А еще лучше он будет работать по колеблу. То есть, вот эта модель до 70 грамм, тяжелое колебло, это будет его все. Пожалуй, вот обе модели в 79-й длине и 84-й, они обе рассчитаны как бы на тяжелые веса, поэтому строй у них медленнее, чем у всех остальных. То есть, бланк начинает гнуться несколько раньше. И при этом, при этом, могу с уверенностью сказать, что вершина все отрабатывает. Отрабатывает хорошо. Ну, собственно говоря, наверное, на этом про абсолютно все. Цель и задача была показать вам именно непосредственную работу низа верха. Вот. Потому что все остальное было уже в предыдущих роликах. Я с вами прощаюсь. Очень хочется плавить рыбы. Встретимся на водоеме. Все. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал.